Отдел 12. Долг истинного оккультиста по отношению к религиям. Рассмотрев дохристианских посвященных и их мистерии, хотя о последних следует сказать больше, нужно сказать несколько слов о ранних послехристианских адептах, невзирая на их личное верование и доктрины и последовательность их места в истории, как священной, так и светской. Наша задача – анализировать это адептство с его сверхнормальными товматургическими или, как их теперь называют, психологическими силами, воздать каждому такому адепту должное, учитывая, во-первых, что представляют собой те исторические материалы, которые дошли до этих поздних времен, и, во-вторых, рассмотреть законы вероятности в отношении упомянутых сил. Вначале пишущей должно быть разрешено сказать несколько слов в оправдании того, что предстоит сказать. Было бы в высшей степени несправедливо усмотреть на этих страницах какой-либо вызов или неуважение к христианской религии и менее всего желание уязвить чьи-либо чувства. Теософ не верит ни в божественные, ни в сатанинские чудеса. На таком расстоянии во времени он может добиться только прима-фация свидетельства и судить о них по тем результатам, на которые претендуется. Для него нет ни святых, ни колдунов, ни пророков, ни предсказателей, а только адепты или знатоки по производству деяний феноменального характера, оцениваемые по их словам и деяниям. Единственное различие, которое он в состоянии сделать теперь, зависит от достигнутых результатов. По свидетельствам, были ли эти результаты благотворны или вредоносны по своему характеру воздействия на тех, за кого или против кого сила этого адепта была применена. Оккультист не может, и ему нельзя руководствоваться произвольными суждениями последователей той или иной религии о чудодеях той или другой религии. Христианина, чья религия приказывает ему считать Петра и Павла святыми и боговдохновенными апостолами, а Симона и Аполлония – кудесниками и некромантами, служащими силам зла и получающими от них помощь, можно вполне оправдать, если он является истинным, правоверным христианином. Но также и оккультист оправдан, если он хочет служить истине и только истине, отвергая такой односторонний взгляд. Ученику оккультизма нельзя принадлежать какому-либо вероисповеданию или секте, но все же он обязан оказывать внешнее уважение каждому вероисповеданию и верованию, если он хочет стать адептом закона добра. Он не должен быть связанным предвзятыми и сектантскими мнениями кого-либо, а должен сформировать свои собственные мнения и прийти к своим собственным заключениям в соответствии с правилами доказательств, доставляемых ему тою наукою, которой он посвятил себя. В качестве иллюстрации к сказанному, если оккультист является буддистом, то в то время, как он будет рассматривать Гаутаму Будду как величайшего адепта, какой когда-либо жил, как воплощение самоотверженной любви, беспредельного милосердия и моральной благости, он будет рассматривать в том же свете и Иисуса, провозглашая его другим таким же воплощением всех божественных добродетелей. Он будет чтить память этого великого мученика даже в то время, когда будет отказываться признавать в нем воплощение на земле единого верховного божества и самого бога богов на небесах. Он будет лелеять образ этого идеального человека за его личные добродетели, а не за те претензии, какие возлагали на него фанатические мечтатели первых веков и хитроумно расчетливая церковь и богословие. Он даже поверит в большинство приписываемых чудес, но только будет объяснять их в соответствии с правилами своей науки и по своему психическому распознаванию. Отвергая термин «чудо» в смысле богословском, считающим это событием, совершившимся, вопреки установленным законам природы, он, тем не менее, будет рассматривать его как отклонение от до сих пор известных науки законов, что совсем другое дело. Кроме того, оккультист будет, основываясь на примафации свидетельствий Евангелий, доказанных или нет, причислять большинство таких деяний к благотворной, божественной магии, хотя он будет оправдан, рассматривая такие события, как изгнание бесов с переселением их в стадо свиней, как аллегорические и пагубные для истинной веры по смыслу их мертвой буквы. Сноска. Матфей, глава 8 стихи, 30-34. Вот взгляды, которых придерживался бы настоящий беспристрастный оккультист, и в этом отношении даже фанатические мусульмане, которые рассматривают Иисуса из Назарета как великого пророка и оказывают ему почитание, дают полезный урок милосердия христианам, которые учат и считают, что религиозная веротерпимость нечестива и абсурдна, и которые никогда не отзываются о пророке ислама иначе, как о ложном пророке. Именно на этих принципах оккультизма мы теперь будем рассматривать Петра и Симона, Павла и Аполлони. Имеется добрая причина, почему именно эти четыре адепта избраны, чтобы появиться на страницах этой книги. Они являются первыми адептами в периоде после появления христианства, как отмечено в светской и в священной истории, которые задали основной тон в чудесах, то есть психических и физических феноменах. Лишь богословское ханжество и веронетерпимость могли так злобно и произвольно разъединить две гармонические части на два различных проявления божественной и сатанинской магии на благочестивое и неблагочестивое деяние. Отдел двенадцатый Долг и Симон.